Друзья, всем привет! Меня зовут Засыпкин Михаил, я являюсь экспертом по испытаниям компании Сингента. Сегодня 25 июля, я нахожусь в агроцентре Самара. В этом видео сегодня я хотел бы вам продемонстрировать, как работает гербицид Листега ПРО на поле подсолнечника. Но для начала я хотел бы вам показать контрольный вариант, который находится позади меня. И давайте посмотрим, в каком состоянии находится здесь посева. То есть вот этот контрольный вариант, мы здесь не применяли гербицид. Смотрите, как он зарос. Основной сорняк это марь, который в некоторых местах уже выше подсолнечника. Также у нас очень много щирицы. По нижнему ярусу. Есть также вот злаковые сорняки, вот куриная проса. Есть также вот осод полевой сорняк. Вот овсюк. То есть мы видим, что контрольный вариант очень сильно зарос. И также прошу заметить, что подсолнечник здесь очень-очень низкий. То есть чуть больше метра. И давайте теперь посмотрим на участок, где мы применили гербицид Листега ПРО в дозе 1 литр на гектар. Мы переместились на участок, где мы применили гербицид Листега ПРО в дозе 1 литр на гектар. Обработку производили в 11 июня. В фазу подсолнечника 3 пары листьев. Расход рабочей жидкости у нас составил 200 литров на гектар. Давайте посмотрим, в каком состоянии посева находится здесь. Здесь мы наблюдаем, что у нас посевы чистые. Сорных растений у нас нет. Где-то попадается единично сорные растения. Это сорняки второй волны. И никакого вреда подсолнечнику они уже в этой фазе не причинят. Также хотел продемонстрировать то, что подсолнечник здесь на вот этом обработанном варианте гораздо выше, чем на контрольном варианте. В некоторых местах даже, наверное, в два раза выше. Друзья, в следующем видео я хотел бы вам показать, как засоренный участок повлияет на урожайность. И чтобы не пропустить это видео, подписывайтесь на наш канал. Также вы можете записаться на посещение нашего демонстрационного поля, где можете увидеть все собственными глазами. Всем удачи, всем высоких урожаев. Всем пока. Спасибо.